Я сейчас нахожусь за 150 километров от Мюнхена, это город Мэймингем, и тут находится аэропорт, в который приходит дешевая авиалиния из Украины. И сегодня мы забираем наших знакомых в аэропорту, они прилетели, вон уже видно розовое крыло их самолета. Все, сейчас будем грузиться в машину и ехать обратно. И вот я опять в Мюнхене, я наслаждаюсь солнышком, сижу в парке. Но я вам уже рассказывала, что я получила согласие на новую квартиру, и вот в пятницу у меня уже была передача ключей. Посмотрите, я получила вот эту вот огроменную связку. Тут ключ от квартиры, от почты, от подъезда, от гаража, от подвала. В пятницу я уже первый раз как бы была в своей новой квартире, и теперь я начала переезжать. И я вам скажу, что я просто ненавижу себя за то, что у меня такое огромное количество вещей. В итоге за три года жизни в Германии я так и не выучила основное правило. Мой переезд я полностью провтыкала. Я не спаковала вещи заранее. Во-вторых, я за шесть месяцев до того, как переехать в новую квартиру, должна была найти более дешевого поставщика электричества. И сейчас я подхожу к такому пункту, который очень важно выяснить тем, кто собирается жить в Германии. А именно, всё нужно делать заранее. Но я не сделала заранее практически ничего. Я не спаковала свои вещи, я не покрасила стены заранее, я не сделала заранее заявку о том, что я переезжаю для своего интернет-провайдера. Поэтому в ближайшие две недели у меня не будет интернета в этой квартире. И поэтому вместо того, чтобы наслаждаться солнышком и теплом, после моей поездки в Мемингем, я ещё еду к себе домой собирать свои вещи, убирать в своей квартире. Сейчас я вам коротко объясню, почему переезд — это ужасно. Я не думаю, что ночевать здесь — это реалистичная идея, поэтому я еду к себе домой. Субтитры создавал DimaTorzok